Продолжаю освещать процесс создания новой оригинальной майки. В прошлый раз мы подбирали узор, а сейчас цвет, цветовое решение. Основным цветом мы решили сделать слоновую кость. Все-таки лето, хочется яркое, легкое, светлое. И сочетание будет отличаться от предыдущей слоновой кости, потому что майка портвейн, у нас сочеталась слоновая кость и, собственно, цвет портвейн, который дал название майки. Я не хочу все делать одним цветом, поэтому вторым цветом мы подобрали слоновую кость и солома. Отлично сочетаются, вместе смотрятся здорово. Слоновая кость становится поярче, а солома понежнее. Цвета выбрали. И, несмотря на то, что это полушерсть, это слонимская полушерсть, она очень тоненькая. И изделия, внимание, нисколько не теплые, не жаркие. В них летом очень комфортно, поэтому можно сочетать, миксовать. И совет пытливым натурам, которые хотят тоже попробовать это интересное занятие, миксовка пряжи. Возьмите тот цвет, который вы хотите сделать основным и провяжите вместе с ним все цвета, которые у вас есть. Не думайте, что есть какие-то сочетаемые, несочетаемые, вяжите все подряд. Вы удивитесь, какие классные сочетания могут давать несочетаемые цвета. Попробуйте, посмотрите, оцените, выберите. И уверена, что решение будет верным и, возможно, очень необычным и интересным. Вот наше сочетание, достаточно нежное, солома и слоновая кость. И теперь узор. В прошлый раз я вам показала, и показала, что он такой невнятный, поэтому решили выделить тенью. Процесс создания теньки тоже очень интересный и захватывающий. Естественно, это провязка образцов. Образцов огромное количество, то есть мы и цветом пытались выделить, и контуром пытались выделить, и контуром, и цветом пытались выделить. Все образцы разные. Их много. Видите, вот это все провязано, каждый образец провязан в разных цветах сочетания. Нашли оптимальное, которое у нас встроило полностью, которое действительно подчеркивает и нежный цвет, и интересную фактуру изделия. И, поскольку изделие оригинальное, и отделка у него должна быть оригинальной. И в следующем видео я вам покажу, как мы будем оформлять края у новой оригинальной майки. Не пропустите!